Итальянский писатель Джани Радари утверждал Есть сокровища, которые открываются только тем, кто первым прокладывает к ним дорогу Давайте искать новые пути вместе Меня зовут Олег Шишкин В эфире программа «Загадки человечества» Сегодня в программе Не слишком ли дорогое удовольствие? Субмарину Джимми Картер аналитики признали одной из самых дорогих подлодок в мире Сколько она стоит и за что такие деньги? Это само утверждение Вот мы, корсары Марии, мы все можем, мы кого хотите подопим Парк юрского периода существует В Африке ученые обнаружили хищника времен динозавров Что это за доисторический монстр? До начала 20 века, когда люди столкнулись с этой легендой Считалось, что все царатозавры вымерли Черный георгин фабрики грез Почему убийство Элизабет Шорт стало самым страшным в истории Голливуда? Чем смерть простой официантки так поразила исследователей? Убийца сделал еще при жизни девушки разрез ее улыбки, расширив его до ушей Русское золото во французских тайниках Что такое клад Наполеона? Где может храниться сокровище? И почему за 200 лет поисков его не удалось обнаружить ни одному кладоискателю? Наполеон отдал приказ одному из своих лучших отрядов Уйти с большей частью награбленного туда, где его не смогут найти В эфире «Загадки человечества» Смотрите прямо сейчас Американская субмарина Джимми Картер подняла пиратский флаг По словам экспертов, подобный жест означает удачное завершение секретной операции По мнению конспирологов, эта спецоперация могла быть связана с так называемым арктическим вопросом Джимми Картер – одна из самых дорогих подводных лодок США Еще до модернизации ее цена перевалила за 3 миллиарда долларов В военных кругах ее называют «Гордость Вашингтона» Она относится к классу «Морской волк» Но как эта подлодка проявит себя в суровом климате Северного полюса? Что ее ждет при встрече с российским арктическим флотом? И почему нашу страну считают негласной хозяйкой ледяного континента? Эти кадры появились в интернете не случайно Командование ВМС США само опубликовало их на своем официальном сайте 11 сентября Мы видим, как атомная субмарина Джимми Картер возвращается на базу под пиратским флагом Но что хотели продемонстрировать штаты, поднимая веселого Роджера? Это само утверждение Вот мы, корсары Марии, мы все можем, мы кого хотите потопим, мы кого хотите раздолбаем Вот смотри, какой я! Я могу все, что угодно сделать, и я не победил Это давняя, еще британская традиция Когда субмарина возвращалась после выполнения секретного задания Экипаж поднимал вместе с флагом страны еще и пиратский Остается открытым вопрос, с какой секретной миссии вернулась так называемая гордость Вашингтона Джимми Картер – одна из самых секретных и самых дорогих подводных лодок в истории США В нее вложили более 4 миллиардов долларов По словам экспертов, после модернизации на подлодке появилось новейшее оборудование Которое превратило субмарину в идеального шпиона 99% международных данных передается по кабелям, проложенным по дну океана При помощи специального оборудования субмарина Джимми Картер Может подключаться к этим проводам и линиям связи Таким образом, можно завладеть секретными данными, которые поступают из любой страны Но за кем именно шпионили американцы? Недавно наш спутник засек в нейтральных водах Арктики неопознанную подлодку Военные эксперты предположили, это могла быть субмарина Джимми Картер Конечно, это нейтральные воды, но у России поблизости есть военная база Арктический трелесник, расположенный на архипелаге земля Франца Иосифа И субмарины других государств сильно рискуют, когда входят в воды Северного Ледовитого океана Сейчас за арктическую территорию идет незримая война, в которой Россия пока выигрывает Политологи называют нашу страну негласной хозяйкой Арктики Стратегическое преимущество России обеспечивает целый флот из атомных ледоколов Сегодня только наша страна может позволить себе бороздить просторы Ледовитого океана в любое время года Для подлодок других стран эти воды доступны лишь в короткий весенне-летний период В том числе и для американского Джимми Картера Ученые смоделировали психологический портрет самого неулабимого и опасного преступника Им оказалась женщина По мнению исследователей, именно девушкам от природы лучше всего удается скрывать свою истинную сущность И манипулировать людьми Кроме того, эксперты считают, что представители лица прекрасного пола, пережив определенные потрясения Могут становиться настоящими монстрами, безжалостными и беспощадными Какие черты превращают женщин в чудовищ? Как распознать в симпатичной подруге потенциального маньяка? Кто из женщин заслужил звание самой жестокой дамы в истории? Когда Ильза Кох, или так называемая мадам Абажур, выходила на плац Бухенвальд Даже ее коллег пробивал холодный пот Эта немецкая фрау отличалась особой жестокостью Она не только издевалась над заключенными, но и изготавливала из кожи убитых людей сумочки, предметы интерьера и даже нижнее белье Ее боялись все, даже те, кто с ней работал Я не знал ее лично, видел лишь один раз Издалека, со стороны она казалась обычной женщиной, милой, улыбчивой Но о том, на какие зверства она была способна, ходили страшные слухи Удивительно, но эта женщина дважды смогла избежать смерти В первый раз она и ее муж были арестованы в 1943 году В начале 1945-го Карл Кох был расстрелян Но Ильзе удалось оправдаться Второй раз, в 1947 году, ее приговорили к пожизненному заключению американские военные Однако беременной садистке удалось провести верховного комиссара оккупационной зоны Тот выпустил ее на свободу, якобы руководствуясь высокими моральными соображениями Ей всегда удавалось убедить судей в своей невиновности Я не знаю, как она это делала Говорят, что фрау Кох обладала невероятным обаянием И, глядя на нее, никто не мог поверить в ее жестокость В 1951 году Ильза Кох была снова арестована И приговорена судом Западной Германии к пожизненному заключению Она покончила с собой в тюрьме 1 сентября 1967 года Повесившись на веревке, скатанной из простыни Как считают психологи, женщины-преступники обладают сильнейшим даром Манипулировать людьми Их оружие – внешность Судьям сложно поверить в жестокость заботливой матери и слабой женщины Еще одним ангелом смерти журналисты прозвали Беверли Элли Четверть века назад, работая медсестрой в детской больнице Она убила четырех маленьких пациентов И нанесла серьезный вред здоровью еще девятерых Серийная убийца вводила детям инсулин и калий Чтобы вызвать сердечный приступ и имитировать естественную смерть Многие женщины серийные убийцы более удачливы в своих преступлениях Но их удача не дело случая Женщины более организованные, осторожные и металличные Тихие убийцы – так называют их психологи-криминалисты Гендерные стереотипы играют им на руку Биологический пол уводит преступниц в слепую зону Женщины попадают под подозрения в последнюю очередь Самой старшей жертве Беверли было всего пять лет Психиатры пришли к выводу, что маньячка страдала синдромом Мюнхгаузена Убивая, она стремилась привлечь к себе внимание После суда бывшую медсестру отправили в больницу для душевнобольных преступников А родственники убитых ею детей до сих пор обещают расправиться с ней Если когда-нибудь она выйдет на свободу Почему это происходит? Просто из-за того, что когда-то, возможно, их в детстве не оценили, не погладили, не прижали И они пытаются получить эти поглаживания извне Но когда они их не получают, и у них это ожидание превращается в беспочвенную агрессию То есть они ее пытаются выразить максимально ярко, жестоко и, самое главное, показательно Несмотря на то, что при обвинении женщин-убийц в суде чаще учитываются смягчающие обстоятельства В тюрьмах таких заключенных с каждым годом становится все больше По мнению экспертов, женская жестокость – одна из самых больших загадок психиатрии Ведь изначально именно в представительниц слабого пола, как в будущих матерей Природой заложен инстинкт сострадания и заботы Каким образом генетический код дает сбой, ученые не готовы дать точного ответа Далее в программе Выживут только американцы Что такое Евгеника? Почему во всем мире эту науку осуждают? И зачем американские ученые пытаются контролировать рост населения планеты с помощью пропаганды стерилизации и абортов? Фактически, все, что США делало в последние годы, и есть Евгеника Комната страха Почему эзотерики боятся зеркал? Что скрывается за нашим отражением? И почему исследователи называют комнату смеха самым опасным аттракционом на ярмарках? Известны случаи, когда из зеркал выходили привидения и уходили туда Код без да Винчи Какие послания зашифрованы на полотнах великих художников? Что на самом деле хотели донести до наших времен средневековые живописцы и современные творцы? Рисуя эту картину, художник издевался над своим сыном Ребенок постоянно плакал, и это вдохновляло отца Черный георгин фабрики грез Почему убийство Элизабет Шорт стало самым страшным в истории Голливуда? Чем смерть простой официантки так поразила исследователей? Убийца сделал еще при жизни девушки разрез ее улыбки, расширив его до ушей В эфире «Загадки человечества» Смотрите прямо сейчас У меня в руках хлопковое масло Совсем не пахнет Казалось бы, безобидный продукт Но в Китае его на протяжении десятилетий использовали в качестве противозачаточного средства В его состав входит вещество гасипол У мужчин оно подавляет способность к размножению И хотя большинству из нас это название мало о чем говорит Все мы употребляем его в пищу Это один из основных компонентов большинства распространенных лекарств По мнению конспирологов, это не случайность Они уверены, что таким образом спецслужбы США пытаются контролировать рождаемость на планете Но каких результатов они хотят добиться? Может ли существовать такой заговор в действительности? И на какие цели направлена современная Евгеника? Учение о селекции человека 31 октября 2011 года вошло в историю как день рождения 7-миллиардного жителя планеты Как считают конспирологи, внушительное число жителей Земли может быть значительно сокращено Это план так называемого мирового правительства, политической и финансовой элиты В 2015 году вирус Зика охватил южноамериканский континент Медики сообщили, все женщины, укушенные инфицированными комарами, могут родить детей с патологиями При этом никаких научных исследований, подтверждающих связь развития микроцефалии с вирусом Зика, никто не проводил Но, как утверждают эксперты, власти настоятельно рекомендовали делать аборты А тем, кто планировал беременность, советовали отложить ее на три года В 2016-м ученые установили, что причиной патологии оказались антимоскитные химикаты Применявшиеся для борьбы с насекомыми К слову, препараты были преимущественно американскими Но ко времени появления результатов исследований аборты сделали уже около 10 тысяч бразильянок То есть мы вирус придумали, мы вирус внедрили И, соответственно, мы потом на этом деле заработали Существует версия Лаборатория по производству пандемий – собственность семейства Рокфеллеров Во всяком случае, именно их фармацевтической компании принадлежат права на разработку большинства штаммов ныне существующих вирусов Как считают исследователи, это можно назвать человеческой селекцией И, по мнению конспирологов, в ней правительство США ничем не уступает знаменитым борцам за чистоту расы Например, в 1907 году в штате Индиана приняли закон о стерилизации так называемых неполноценных американцев В середине 20-х годов в 35 штатах запрещали межрасовые браки А в 15-ти принудительно кастрировали и стерилизовали Невероятно, но если верить конспирологам, дефектными людьми тогда считали не только инвалидов и больных, но и низшие социальные слои По мнению исследователей, в довоенные годы США и Германия соревновались, кто сильнее вычистит нацию В 1938 году в Германии стерилизовали около 80 тысяч человек, а в США – 30 Уже через два года штаты вырвались вперед Характерный тому пример – судьба Чарльза Холта, направленного на стерилизацию 13-летним подросткам за плохое поведение в школе Часто о том, что их стерилизовали, люди так и не узнавали, поскольку операции делали под видом незначительных хирургических процедур Закон о стерилизации отменили только в 1979 году За это время государство сделало бесплодными около миллиона своих граждан Но чем все эти люди помешали мировому правительству? По мнению экспертов, дело в ресурсах Под ударом населения тех стран, которые ими обладают Россия – первая в этом списке Создано большое количество лабораторий, которые занимаются изучением бактерий, вирусов Все эти лаборатории созданы на деньги Пентагона Они находятся на Украине, вот одна из них недавно открылась в Казахстане Совсем недавно американцы выступили с заявлением и попросили генетический материал славян В первую очередь русский Для чего? Для того, чтобы разрабатывать генетическое оружие против конкретной расы Население всей Европы – 800 миллионов человек Причем ее жители стремительно стареют В Китае живет больше миллиарда Но трудоспособного населения тоже становится все меньше Американцев – 325 миллионов Белые составляют около 78% граждан Эта страна с самым большим количеством молодежи И с каждым годом темпы роста ускоряются Население нашей страны всего 148 миллионов И неудивительно, что для США она остается самым лакомым куском Исследователи заявили, что хотят добиться возобновления расследования Громкого убийства, которое никто не может раскрыть Они считают, что современные технологии Могут стать ключом к обнаружению таинственного убийцы Элизабет Шорт Ее называют Черным Георгином Смерть этой девушки стала настоящей сенсацией Ничем не примечательная официантка долгое время скиталась по Америке Зимой 1947 года она приехала в Лос-Анджелес, где была зверски убита Во время следствия у полицейских было больше полусотни подозреваемых Но ни одному из них так и не было предъявлено обвинение Что помешало сыщикам найти убийцу? Какие тайны скрывала Элизабет? И почему ее смерть называют одним из самых страшных преступлений за всю историю фабрики грез? 9 января 1947 года в фойе гостиницы Билтмарт в центре Лос-Анджелеса Молодую американку по имени Элизабет Шорт видели живой в последний раз Через 6 дней ее тело нашли на пустыре в строящемся районе Лейморт-парк Женщина, обнаружившая труп, сначала подумала, что это сломанный манекен Тело женщины разрубили пополам в области талии Кроме того, убийца сделал еще при жизни девушки разрез ее улыбки, расширив его до ушей У девушки были удалены половые органы, у нее практически отсутствовала вся кровь Поэтому полиция не смогла установить самое главное время смерти Америка была потрясена кровавым убийством Первые полосы газет пестрели фотографиями мертвой Элизабет За густые темные волосы журналисты прозвали ее Черным Георгином Но кто убил ее и почему? Могла ли молодая женщина стать жертвой серийного маньяка? Были продуманы и отработаны все возможные мотивы Личные, профессиональные и иные другие Но все тщетно, ничто не приносило результатов Было допрошено множество свидетелей Разобраны другие иные факты Но также это не принесло никаких результатов На расследование преступления были брошены лучшие силы полиции и ФБР Они изучили каждую деталь биографии Элизабет Шорт Образили всех друзей и знакомых убитой Но так и не вышли на след преступника Никаких мотивов для убийства найти просто не удалось Невероятно, но за время следствия в убийстве Элизабет Шорт признались 50 человек В их числе несколько женщин Но ни один из явившихся с повинной преступников Предполагаемых преступников, которые говорили о причастности к совершенному преступлению Ни один из выводов, которые были сделаны полицией, не был подтвержден Тем самым ФБР отмело все версии совершения преступлений лицами Которые создавались в этих преступных посягательствах В феврале 48-го года полиция получила письмо с подробным описанием убийства Его автором был Лесли Дилан В момент преступления он находился в Калифорнии И по мнению следователей действительно мог совершить преступление Но после медицинского освидетельствования Его признали больным шизофренией А все показания фантазиями Все психологи, изучавшие характер данного преступления А также стиль, с помощью которого оно было совершено Пришли к общему мнению Что это был действительно психопат Но этот человек имел очень тонкий дар Чутья других людей Он был хорошим психологом И плюс ко всему он смог замести следы таким образом Что до сих пор это преступление остается нераскрытым Зимой 48-го года появилась еще одна версия Некий осведомитель доложил офицеру полиции Что мелкий преступник Эл Моррисон Рассказал ему о жестоком убийстве Девушки с черной лентой на шее Такую перед смертью носила Элизабет Шорт Однако задержать мужчину так и не удалось Он сгорел в номере гостиницы Заснув с зажженной сигаретой В 1995 году Бывший следователь Стив Ходел Сделал шокирующее признание Он заявил Элизабет Шорт убил его отец Джордж Ходел Владелец венерологической клиники Стив Ходел нашел фотографии девушки в семейном альбоме Ходел в своей книге объемом 460 страниц Приводит определенные доказательства и улики против своего отца Но этого было мало Следствие, сравнив результаты психологического портрета убийцы А также то, что представил Ходел Не пришли к определенным выводам Потому что были как сходства, так и расхождения И до настоящего момента Нет определенного решения Относительно этой ситуации Прямых улик против Джорджа Ходела найти не удалось Он умер от старости в 1999 году Недавно детективами была выдвинута еще одна версия В убийстве подозревали родного отца Элизабет Однако эта гипотеза, как и все другие, не подтвердилась Писательница Пью Итвел, изучив архивы дела, предложила свой сценарий Заказчиком убийства был продюсер Марк Хансен А исполнителем тот самый шизофреник Лесли Дилан Автор книги считает Элизабет не ответила взаимностью на чувства продюсера И он решил отомстить Пью Итвел пишет Преступники остались на свободе Так как у Хансена были серьезные связи в полицейских верхах Лос-Анджелеса Возможно, кто-то был вовлечен более значительной Фигура из высших эшелонов государственной власти США Поэтому, может быть, одна из версий Полиция не смогла раскрыть преступление А не захотела его раскрывать После чудовищной расправы над Элизабет Шорт Америка содрогнулась от серии похожих преступлений Несколько женщин были жестоко убиты Рядом с трупами полицейские находили записки с угрозами И анонимными признаниями в убийстве черного Георгина Преступники были пойманы Но все они оказались только подражателями Дело Элизабет Шорт до сих пор остается нераскрытым Далее в программе Комната страха Почему эзотерики боятся зеркал? Что скрывается за нашим отражением? И почему исследователи называют комнату смеха Самым опасным аттракционом на ярмарках? Известны случаи, когда из зеркал выходили привидения и уходили туда Кот без да Винчи Какие послания зашифрованы на полотнах великих художников? Что на самом деле хотели донести до наших времен Средневековые живописцы и современные творцы? Рисуя эту картину художник издевался над своим сыном Ребенок постоянно плакал и это вдохновляло отца Русское золото во французских тайниках Что такое клад Наполеона? Где может храниться сокровище? И почему за 200 лет поисков его не удалось обнаружить ни одному кладоискателю? Наполеон отдал приказ одному из своих лучших отрядов Уйти с большей частью награбленного туда, где его не смогут найти В эфире «Загадки человечества» Смотрите прямо сейчас Сегодня католический мир отмечает День всех святых или Хэллоуин Несмотря на то, что это вроде бы праздник, славу он имеет весьма дурную В 15-м году двое подростков из разных штатов 17-летний Брайан Джевелл и 15-летний Уильям Одам Изображая повешенных, по-настоящему задохнулись в петле Это страшно даже представить, но тинейджеры провисели так больше суток Пока их родители не заподозрили неладное В прошлом году произошел еще один шокирующий случай В ночь перед Хэллоуином 42-летняя женщина повесилась на дереве у оживленной дороги Тело провисело почти весь день Пока один из прохожих не понял, что это вовсе не искусная праздничная декорация Он и вызвал полицию В канун этого праздника нередко происходят и особо жестокие убийства Журналист одного из ведущих глянцевых изданий США Питер Браунштейн Проник в дом своей коллеги, переодевшись пожарным С собой он захватил шприц с наркотиками, нож, веревку и видеокамеру Мужчина усыпил жертву, после чего 13 часов жестоко ее насиловал, снимая происходящее на камеру Позже в суде преступник сообщил, что хотел совершить нестандартное самоубийство И обязательно в ночь на Хэллоуин По словам Браунштейна, он надеялся на то, что полицейские расстреляют его на месте Суд присяжных приговорил экс-журналиста к 20 годам тюрьмы Американские биологи обнаружили главного врага бегемотов По мнению ученых, это доисторический динозавр, который сохранился в непроходимых болотах и джунглях Центральной Африки Местные жители называют его Чапикве Чудовище, пожирающее пар на копытных Как выглядит монстр и к какому виду его относят ученые? Кому удалось его повстречать? Какие реликтовые животные обитают на нашей планете? По заверению автора ролика, видео с детенышем динозавра Раптора сделано в штате Флорида осенью 2016 года Ученые по сей день спорят о подлинности кадров Однако криптозоологи уверены, если древних ящеров где-то и стоит искать, так это в Африке Рассказ о Чапикве, загадочном животном, пожирателе слонов и гиппопотамов Исследователи услышали от жителей джунглей Замбии в начале 20 века Одним из предполагаемых мест его обитания называют озеро Бангвеулу и болото вокруг него Криптозоологи уверены, это один из видов динозавров Цератозавр Гигантский хищный ящер весом до 4 тонн На морде и вдоль хребта у него располагались роговые наросты Которые помогали защищаться и нападать Африканский вид был внушительных размеров До 12 метров, до начала 20 века, когда люди столкнулись с этой легендой Считалось, что все цератозавры вымерли Организатор зоопарков Карл Гагенбек мечтал заполучить реликтового зверя в свою коллекцию Именно поэтому к заветному озеру он отправил своего подчиненного Исследователя и охотника Шомбурга Местные аборигены рассказали немцу о гигантском хищнике Но началась Первая мировая война и экспедицию прервали Легенды о Чипекве стали забывать Но в начале 30-х годов англичанин Хьюз путешествовал по тем же краям, что и Шомбург Его заинтересовали башмаки из кожи бегемота, который носил житель окрестностей озера Бангвеулу Африканец сообщил, что бегемота убил Чипекве Путешественник стал выяснять, что же это за существо такое Чипекве Сын местного вождя рассказал, что оно хорошо им знакомо Более того, дед юноши был даже свидетелем охоты, на которой африканцам якобы удалось убить это таинственное животное Хьюзу его описали, как очень большое, с гладкой темной кожей и белым рогом на морде Дальнейшее изыскание британца ни к чему не привели Следующим, кто заинтересовался чудовищем, стал биолог Пэт Он обратил внимание, что в озере Бангвеулу не водятся бегемоты Хотя водоем вроде бы должен входить в ареал их обитания Позднее, облетая Бангвеулу на вертолете, Пэт увидел в озере крупное животное, которое не смог распознать Ученый решил провести эксперимент Биолог упросил знакомых перевезти в озеро четырех молодых бегемотов Звери чувствовали себя прекрасно, но на девятый день один из них пропал Спустя два дня исчез еще один А затем на озере не осталось ни одного Все, что Пэт смог обнаружить, несколько костей бегемота на берегу Но значит ли это, что Чипекве не вымысел? Вот жираф Акапи, который открыли в 30-е годы 20 века в Африке Ведь никто же не верил, только были одни разговоры Что вот ходит жираф с более низкой шеей, чем у обычного жирафа Но жираф Акапи, новый вид жирафа открыли на нашей памяти человеческой Так же и с этим Макембе и Чипекве может быть После эксперимента Пэтта в 1981 году Два десятка экспертов из Чикагского университета Отправились искать свидетельство существования Чипекве На озере Теле ученые обнаружили отпечатки ступней гигантского животного Невероятно! Экспертиза сделанных гипсовых слепков показала, что следы действительно принадлежат древнему ящеру Правда, не цератозавру, а апатозавру Экспедиции под руководством биолога Марселена Аньяна Якобы даже удалось его увидеть Но на этом все Загадочная тварь успешно избегает фотоловушек и видеокамер Она может, так сказать, и в воде находиться, и на суше выползать И тем она опасна для обычных млекопитающих, которые, так сказать, в воде не могут Там те же носороги подолгу находиться И зайдут, искупаются, там поплещутся и выходят на сушу А те, так сказать, может сидят в мутных водах Африканских болот и озера и ждут своей добычи Возможно, Чепикве приманка для туристов или просто легенда В любом случае, если кто-то из динозавров и мог дожить до наших дней То из-за особенностей климата и геологических процессов Сегодня Африка наиболее вероятный ареал его обитания Причем, по словам экспертов, искать надо не единичного ящера, а целую колонию Ну, одно оно не может быть Оно должно быть какое-то семейство или, так сказать, какая-то пара Чтобы они продолжали род свой Так же, как и за снежным человеком охота ведется То есть это нужно, нужно серьезные исследования Иногда вымершие животные словно возвращаются из небытия Так, в 2006 году в Лаосе ученые обнаружили лаосскую скальную крысу А в 2009-м на Гаити щелезуба парадоксального Ровесника динозавров, похожего на землеройку и муравьеда одновременно Надежда на самовосстановление исчезнувших видов есть всегда Тем более, что уголков, куда человек еще не добрался, по-прежнему очень много Самарские ученые сконструировали и запатентовали гибкое зеркало для космических телескопов Они считают, что эта разработка может усовершенствовать работу аппаратов Дистанционного зондирования Земли В частности, сделает изображение более четким Правда, эзотерики не разделяют энтузиазма ученых Они уверены, что зеркальные поверхности опасны Любые искажения могут стать причиной активации так называемых порталов в другие миры Но возможно ли это? И как попасть в зазеркалье? Какие тайны скрываются в так называемых комнатах смеха? И почему исследователи считают их самым опасным аттракционом из всех существующих? Самое необычное зеркало 2017 года способно не только отражать различные предметы, но и фотографировать их Селфи-зеркало было признано наиболее популярной новинкой индустрии высоких технологий Теперь любителям инстаграма не нужно тянуться за телефоном Зеркало сделает все кадры автоматически Теперь таинственные истории о зеркалах, обладающих памятью, стали реальностью Но может ли оно навредить человеку? Наши предки верили в мистическую силу зеркал И поэтому приносить их домой считали плохой приметой Напротив зеркала висят часы, они показывают совершенно другое время В зеркальном отражении И какая возникает логика, что если в нашем мире нет духов А там в зеркале все наоборот Значит там эти духи есть Но действительно ли эти сущности способны влиять на мир живых? В 1998 году в городе Кент на юго-востоке Великобритании Произошло несколько необъяснимых исчезновений подростков Последним местом, где их видели, была ярмарочная комната смеха с кривыми зеркалами Британский медиум Дана Форсайт заявила Во всем виноваты вогнутые зеркала По ее словам, подростки потерялись в параллельном мире В ход в который открыли призраки, живущие в одном из них Медиуму тогда никто не поверил Но комнату смеха все же закрыли Невероятно! Но сразу после этого исчезновения прекратились Это проход в параллельные измерения, в мир духов, в мир тонкоматериальных существ В принципе, зная эту мистическую сторону зеркал, люди начали ее использовать В Древнем Риме оракулы производили гадания на зеркале Они видели будущее и прошлое, что должно произойти и что было Эксперты утверждают, именно с этим свойством отражающих поверхностей Связана давняя традиция завешивать зеркала в доме, где кто-то умер Считалось, душа человека может заплутать в зеркальном лабиринте И остаться там навсегда Если зеркало не было бы завешено, душа человека попадает в зазеркалье И это зеркало начинает обладать еще большим мистическим свойством Это называется зеркало с привидением То есть это своего рода вот такая дверца из мира духов в наш мир Зеркала с привидениями мутнеют, от них веет холодом, а рядом с ними гаснут свечи Многие люди верят, что от призраков из-за зеркалья можно избавиться, только разбив стекло и опалив осколки огнем Еще в середине прошлого века американский врач и психолог Реймонд Моуди Реймонд Моуди решил доказать, что с помощью зеркал живые люди могут встретиться с умершими родственниками Я много экспериментировал и установил, что особая техника смотрения в зеркало Дает возможность людям видеть духов умерших родственников практически в любое время по их желанию Это очень хорошо, потому что позволяет людям утешиться после утраты Моуди оборудовал специальную комнату для сеансов На стене висело большое зеркало, напротив стояло кресло, в которое садился участник эксперимента Единственным источником света была слабая лампочка в углу комнаты Поразительно, но практически все участники видели в отражении призраков Сам процесс появления вот этого души или призрака в зеркале Многие характеризовали так, что сначала появляется какое-то замутнение Потом как бы задымление такое зеркало Потом из этого задымления, замутнения вдруг формируется фигура В которой они узнают своего умершего родственника или близкого человека Кстати, все участники экспериментов Моуди общались со своими близкими по-разному Кто-то разговаривал без слов, мысленно, другие слышали голоса Третьи даже чувствовали прикосновения Именно в этом, с точки зрения ученых, крылась разгадка опыта Видение связано не с мистическим свойством зеркал, а с особенностями работы мозга человека В зависимости от того, что для человека является непознанным, то он и увидит в этом самом зеркале Кто-то, кто не верит в прошлые жизни, но верит в души мертвых людей, увидит души мертвых людей А кто-то, возможно, увидит зеленых человечков, которые там где-то на фоне бегают Несмотря на заверения ученых, что зеркала не таят в себе ничего мистического Люди продолжают верить в приметы Согласно одной из них, в зеркало нельзя смотреть долго Наши предки верили, оно отнимает силы и красоту Может быть, действительно, когда мы вглядываемся в отражение Кто-то с той стороны вглядывается в нас Руководитель Российской ассоциации кладоискателей Владимир Порываев заявил, что нашел место захоронения так называемого клада Наполеона Он считает, что сокровища знаменитого французского императора могут находиться на дне Семлевского озера В доказательство теории исследователь приводит анализ воды водоема Она содержит повышенную концентрацию драгоценных металлов Французским императорским кладом называют сокровища, которые Наполеон якобы вывез из оставленной Москвы Считается, что до Парижа они так и не доехали Существует несколько гипотез их настоящего местонахождения Но за 200 лет поисков ни одна из них так и не нашла подтверждения Так был ли клад? Если да, то где искать сегодня эти русские реликвии? Бывший офицер КГБ знает, где спрятаны сокровища Наполеона Так пишут на форумах кладоискателей Хранитель секрета потерянных трофеев французского императора действительно существует Это Владимир Порываев Он заявляет, неподалеку от Москвы в 1812 году наполеоновские генералы оставили 80 тонн драгоценностей и золота Все очень просто Ну, во-первых, после того, как Наполеон разграбил Москву Сразу была составлена опись, что он изъял, в каких храмах, в каких усадьбах, кто что потерял То есть конкретный перечень, конкретная опись Новорованного Причем в Семлевском озере, по мнению Порываева, может находиться только часть добычи Наполеона Львиную долю сокровищ французский император, по словам кладоискателя, спрятал в другом месте Русские войска вынудили Наполеона отступать по старой Смоленской дороге Но император решил спрятать сокровища, понимая, что не сможет увезти все награбленное И чтобы клад не достался русским, идущим по пятам Наполеон отдал приказ одному из своих лучших отрядов уйти с большей частью награбленного туда, где его не смогут найти По словам исследователя, обоз с драгоценностями под конвоем французов свернул на юг от Смоленской дороги Отряд направился в сторону Калуги Там солдаты и офицеры, согласно найденным документам, соорудили огромный курган В котором спрятали содержимое нескольких повозок с сокровищами Я с вероятностью 90 и более процентов знаю, где находится клад Наполеона Но время его не пришло еще То есть каждый клад, наверное, знает, он дается в свое время и тому, кто должен его забрать Во время наполеонского нашествия здесь стоял какой-то экспедиционный корпус наполеонских войск Всю ночь горели огни, потом, когда они ушли, появилось вот это вот рукотворное изменение ландшафта Ряд других исследователей полагает, Наполеон не приказывал солдатам уходить в тыл к русским и прятать там трофеи, так как они могли достаться неприятелю Ученые считают, император понял, что ему не удастся уйти с награбленным по распутице Его войска были измотаны холодом и постоянными стычками с казаками Поэтому он просто решил избавиться от сокровища, утопив его в озере Бросил и все. Не, ну это понятно, но только это можно, я говорю, что принцип, говорю, беспреданец, не доставайся ты никому Вот бросил в озеро и все, чтобы никому не досталось Сокровище в Семлевском озере искала не одна экспедиция Но трофеи французского императора так и не удалось поднять из воды Исследователи говорят, все усложняет глубокий ил на дне Драгоценности, по их словам, могли погрузиться в него на несколько метров В озере действительно есть клад, анализы показывают содержание золота в воде А на дне, согласно исследованиям, находятся предметы, похожие на повозки Но чтобы добраться до них, нужно бурить своеобразную шахту в Иле Такое уже делали, но всякий раз промахивались мимо места, где находятся сокровища Историки заявляют, рядом с озером действительно стоял большой французский отряд Каждый год в окрестностях водоема кладоискатели находят предметы времен войны 1812 года Губенчик или колокольчик с надписью «Звинить» Охотники за сокровищами верят Клад Наполеона, где бы он ни находился, на дне озера или в лесах к югу от Смоленской дороги До сих пор ждет своего открывателя В художественном музее Канзас-Сити историки искусства сделали сенсационную находку Оказалось, что картина, которая долгое время лежала в хранилище Принадлежит кисти знаменитого нидерландского художника Иеронима Босха Полотно называется «Искушение святого Антония» Босх относится к одним из самых загадочных живописцев мира На протяжении нескольких веков толкователи пытаются понять смысл, скрытый в его работах Как часто в известных полотнах скрываются тайные знаки? Кто из известных художников превращал свои картины в зашифрованные послания? Знаменитую картину Джованни Браголина «Плачущий мальчик», написанную в 1950 году, считают проклятой Причем не только оригинал произведения, но и любую, даже самую незамысловатую копию В это сложно поверить, но в 80-х годах прошлого века в Северной Англии без видимой причины сгорели сотни домов При этом пострадавшие заметили одну странность В каждом жилище находилась дешевая репродукция с изображением плачущего мальчика И что самое главное, это была единственная вещь, уцелевшая после пожара Эту картину считают проклятой На нее даже боятся смотреть, потому что известно, что рисуя эту картину, художник издевался над своим сыном Ребенок постоянно плакал, и это вдохновляло отца сделать сюжет максимально реалистичным По легенде, в один из сеансов мальчик не выдержал и проклял отца Однажды мальчик не выдержал и крикнул отцу «Гори ты сам!» И это пророчество и проклятие вернулось к нему самому Потому что ровно через месяц сын художника простудился, заболел и умер Страшно представить себе, какие чувства испытывал ребенок, когда его отец, истязая, создавал эту картину Гнев, боль, мука, печаль, все это сплелось в один страшный клубок И поэтому те, кто смотрят на эту картину, они как будто пропитываются этими ужасными чувствами Был ли пожар на самом деле, неизвестно Многие искусствоведы считают, Брагалин, к слову, это лишь одно из имен художника Умер в Испании в 1981 году от рака желудка Но в пользу легенды о пожаре говорит тот факт, что ни одного оригинала полотен художника действительно не сохранилось Правда, считается, портрет плачущего мальчика все же уцелел Но где он находится сегодня, неизвестно А это знаменитая тройка Перова Ее любой желающий может увидеть в Третьяковской галерее На ней изображены трое крестьянских детей, которые тянут тяжелую бочку на манер упряжных лошадей А в центре светловолосый паренек по имени Вася Его художник встретил на богомолье Вот только мама мальчика, будто предчувствуя беду, категорически запрещала сыну позировать Перову Она была уверена, портрет, написанный с Васей, отнимет у него жизнь Перова, значит, он рисовал образ для своей работы Чтобы дети тащат непосильную ношу, зима, вот они работают, эти дети, бочку с водой зимой И всех он изобразил, а главного образа не было И тут он увидел этого мальчика, Васю, и написал ему И через время от чахотки умирает этот Вася, его нету, все Невероятно! Но современные исследователи полагают Некоторые произведения искусства на самом деле могут не только подчинить человека своей воле Но даже убить его Мало кто знает, какой ценой далась Илье Репину всемирно известная картина Иван Грозный убивает своего сына Во время работы над полотном, несколько натурщиков покончили жизнь самоубийством А сам художник сильно заболел Сначала у него отказала правая рука, а спустя несколько месяцев он умер от неизвестной болезни Та же участь ожидала почти всех, чьи портреты писал Репин Была молва по всей стране, что если тебя пишет Репин, то все, ты убрешь И действительно было несколько человек, которые умерли буквально через пару-тройку дней после того, как их писал Репин Это композитор Мусоргский, писатель Писемский, хирург Пирогов Так неужели художники сами наделяют свои полотна разрушительной силой? Эксперты уверены, все действительно зависит от энергетического посыла, который в свою работу вкладывает автор Именно поэтому некоторые картины могут жить собственной жизнью и напрямую воздействовать на людей Художник, если был счастлив, был радостен, и он пишет счастливую работу, и она всегда будет нести счастье и радость Людям радостно это видеть, а если художник был нищий, голодный, бедный, усталый, несчастный, то, естественно, вот этот ужас передается Психологи считают, само по себе искусство способно влиять на сознание человека Вдохновлять и заряжать положительными эмоциями Или, напротив, вызывать уныние, апатию и депрессию Однако для исследователей до сих пор остается загадкой, почему одни произведения вызывают в людях немедленный отклик, а другие оставляют их равнодушными Неужели рукой истинного гения на самом деле управляют некие высшие силы? Ложный шаг не раз приводил к открытию новых дорог, считал польский философ Лешек Кумар Давайте не будем бояться новых путей С вами был Олег Шишкин, и вы смотрели программу «Загадки человечества» Субтитры создавал DimaTorzok